В День России юные горожане и их родители, сотрудники Балаковского филиала АО «Апатит», побывали в стране замечательных детей. Она раскинулась на территории санаторно-гостиничного комплекса «Изумруд». И, как в любой стране, в ней было множество городов. В центре праздничной карты – Москва. И именно на главной площади столицы был дан старт путешествия. Мне удалось буквально за 20-30 минут оперативно обойти все активности. Я просто в восторге. Честно, я жалею, что у меня ни 10, ни 12, ни 15. А уже, мама дорогая, не горюй, сколько. Ну, я думаю, что вы все сегодня получите огромное удовольствие. И я желаю вам прекрасного настроения, хорошей погоды, море положительных эмоций. Ну и всего-всего самого хорошего. Отдыхайте на все 100. Настоящая сцена, настоящий режиссер, который учит начинающих актеров выражать эмоции. Зрители пытаются понять, что же написано на лице артистов. Да это интерактивный спектакль. Догадались, где оказались гости праздника. Приветствуем вас на подмостках Санкт-Петербурга, культурной столице нашей Родины. И сегодня мы выявляем самых лучших артистов этого прекрасного города. Санкт-Петербург и Балакова разделяют почти 2000 километров. А в стране замечательных детей они совсем рядом. Что у них общего? Богатое прошлое. И те, кто пришел на Балаковскую площадку, увидели самые красивые памятники культурного наследия Балакова в миниатюре. И создали игру-бродилку по знаковым местам нашего города. Балакова – это история. И сегодня, на этом празднике, все присутствующие об этом узнали? От истории к будущему. Самые передовые технологии оказались в Казани. Здесь можно было сыграть в фиджетал-футбол, пообщаться с роботом и его любимым питомцем. Ну и, конечно, узнать о том, почему этот город считается центром инноваций. Добро пожаловать в Казань. Это очень технологический город. Ну а самые активные гости праздника в первую очередь отправились на юг нашей страны, где снег можно найти даже летом, а зимой увидеть цветущие деревья. Но в этот раз совсем неудивительный климат привлек внимание участников мероприятия к городу Сочи. Город Сочи. Что это? Конечно, для нашей страны это в первую очередь Олимпиада, которая прошла, но оставила после себя спортивные объекты. И вот один из них. В этом спортивном городе можно было преодолеть полосу препятствий, забросить кольца на кактус, сыграть в гольф или гигантский дартс. И самые активные участники состязаний получали дополнительные призы. Ну а любители спокойных развлечений отправились в Череповец, город, в котором развивается промышленность. Во время мастер-класса ребятам рассказывали о том, что Вологодская область известна своими деревообрабатывающими предприятиями. Череповец славится своими спичками, а мы строим из них города. А еще в Череповце работает предприятие группы Фосагра. И на праздничной карте были представлены все города, которые объединила эта компания. Кировск с его северным сиянием и минералами, Волхов с его древней историей и Балакова. И каждая площадка чем-то удивила гостей мероприятия. Очень интересные фокусы. Робот классный. И его собачка Гоша тоже хорошенькая. Играли в игры, очень понравилось. Заработали в чубачуксе, поели мороженого. Все было хорошо. Все здорово, отлично, весело, прекрасно. Веселое настроение. Лепим, красим. Спасибо большое Фосагра. Гости съели тысячу порций мороженого, две с половиной тысячи сладких слоек и выпили 480 литров лимонада и кваса. Праздник, организованный Балаковским фериалом АО «Апатит» для семей своих сотрудников – это уже традиция. Ежегодно лето для них стартует ярко. И позитива точно хватит до следующего путешествия в страну замечательных детей.